Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про древесное разложение или древовидное разложение и про параметр древесная ширина. По-английски это три витс. Но или само разложение три текомпетишен. Но прежде чем мы об этом поговорим, начнем с некоторых вспомогательных примеров. Но вот как мы уже обсудили в следующие выходные, следующее занятие среда это выходной. И вот, допустим, мы займемся организацией. Кто-то решил организовать вечеринку по этому поводу. И там очень сложная структура. Есть начальники, подначальники, подчиненные. Но, в принципе, структура компании устроена так, что это своего рода какое-то дерево. То есть, самый главный начальник. У него есть несколько подчиненных. У этих начальников поменьше есть другие начальники. Ну и так далее. Там какие-то служащие. Ну и вот, предположим, когда мы организуем вечеринку, мы знаем, что если на вечеринку попадет человек и его прямой начальник, то удовольствия не получит ни начальник, ни подчиненный. Потому что никто из них расслабиться в значительной степени не сможет. Но заранее у нас известно, что какая-то величина счастья от того, что какой-то конкретный человек сходит на вечеринку. То есть, у каждой вершины есть какой-то вес, присвоенный ей. Это величина равна количеству счастья, которое получит человек, сходив на вечеринку. Ну и, соответственно, то, что мы хотим сделать, мы хотим организовать мероприятие таким образом, что суммарное удовольствие было бы максимальным. То есть, в данном случае, что получается? Получается, нам надо найти независимое множество. То есть, найти такое множество в графе... Давайте я его... Так что никакие две вершины в нем не соединены. И сумма таких чисел для этих вершин максимальная. То есть, надо найти максимальное независимое множество относительно меток таких. Не по количеству вершин, а по количеству в соответствии с метками, которые ей приписаны. Но как это можно сделать? Это можно сделать относительно легко с помощью динамического программирования. Ведь, если вот мы посмотрим в самый корень дерева, вот сюда, на самого главного начальника, у нас есть два варианта. Либо взять его, либо не взять его. Но давайте, если мы его берем, то тогда, понятное дело, мы не можем взять вот этого человека, вот этого и вот этого. Но ответ для нашей задачи, это вот просто суммарный ответ для вот этих деревьев, для всех вот этих деревьев. То есть, если бы мы... Давай... Если бы мы вот в этой вершине хранили решение, не содержащее V. Давайте это вершина V. В таком случае, когда мы эту вершину берем, давайте это называть V от U, то тогда бы V от U равнялась бы вес U самого плюс A от V1 плюс A от V2 плюс, ну, в нашем детали в случае A от V3, но вообще плюс и так далее количество сыновей. То есть, A мы храним вниз, вот, стоимость вниз. Да, вниз. То есть, давайте формально сейчас скажем, давайте вот у нас будут две такие таблицы, A и B, и они будут означать следующее. A от V. Давайте для удобства обозначим T от V, T, V с индексом V. Это дерево, которое... корень, у которого это вершина. То есть, все вот это дерево, если у него вершина V1, то дерево T от V1 таким образом обозначается. тогда A от U A от вершины V это минимальный максимальный максимальный вес независимого множества в T от V не содержащие V вершину V. А B от V это это максимальный вес независимого множества содержащий V. так, мне кажется, я сейчас, наверное, ошибку сделал, но давайте проверим. Да. Это получается вот T, V1 это вот если вычислили бы, да? Сейчас. Ну, у нас есть дерево. Это A, как то, что вы вычислили, да? A. А, твое это то, что вычислили? То есть там выучили опять? Да. Ну, то есть мы пока еще не вычисляли, но давайте вот такое обозначение сделаем и сейчас покажем, как это можно вычислять. Только, может быть, я немножко ошибся в обозначениях, но сейчас мы это чуть-чуть поправим. Ну и наша цель сейчас вычислить A и B для всех вершин. и, соответственно, давайте здесь B от V будет максимальный вес, независимо множество, но мы не будем обязательно требовать, чтобы он содержал вершину V. то есть может не содержать. Ну, сейчас определимся. тогда что получается? В самой, безусловно, мы знаем значения, эти значения в листьях. Почему? Ну, вот это значение в листе будет 0, потому что у нас состоит из одной вершины, и мы ее не можем использовать. А вот это значение будет, безусловно, равно весу вершины, потому что, ну, очевидно, в принципе. А дальше, то есть, что? Для листов. Для листов, да. Легко вычислить значения для листов. А дальше мы будем двигаться от листьев вверх, то есть каждый раз у нас будет какая-то вершина рассматриваться, и значения в таблицах A и B для ее детей будут известны. И что у нас тогда получается? Тогда получается A, если у вершины V у нее дети в U1 и так далее УК, то давайте посчитаем A от V. A от V это вес максимального множества, не содержащей вершину V. То есть, раз она не содержит вершину V, то получается, у нас нет никаких ограничений, что использовать в этом дереве и так далее. То есть, мы можем просто взять, нам надо просто взять максимальный суммарный вес вот этих. Максимальный суммарный вес, поскольку эти деревья никак между собой не зависят, это просто сумма максимальных весов. но за максимальный вес у нас как раз отвечает функция от таблицы B. То есть, A от V будет равняться B от V1 плюс B от V2 ну и плюс так далее плюс B от VK, поскольку у нас К детей. Вот, то есть, тем самым мы посчитали A от V1. И нам осталось посчитать B от V. Ну, в B от V что происходит? B от V у него как бы два варианта. Она может V содержать, может не содержать. Но если она не содержит V, то его значение как раз совпадает с A от V. Поэтому давайте мы возьмем максимум от A от V. А другой вариант, в другом варианте мы знаем, что вот эта вершина не содержится в решении. Содержится в решении. Но раз она содержится в решении, то тогда вот эти вершины уже не содержатся. Вот эти вершины не содержатся. Но раз они не содержатся, то ответ для них мы знаем через функцию, через таблицу A. То есть, у нас получается ответ, отношение такое. это максимум это максимум либо между A в этом, либо сумма детей в таблице A значений. Таким образом, двигаясь с листьев вверх, мы можем пересчитывать каждый раз и в конце выдать ответ B от R где R это корень. И это будет с нашим ответом. То есть, вот с помощью такого динамического программирования мы можем решить нашу задачу и это будет даже полинальное время. Это будет даже, скорее всего, линейное время, но нас это не интересует, потому что мы на данный момент занимаемся только с точностью дополинома. максимальное вес здесь множество опять же снова в T, в T, в T, в T, но мы не акцентируем внимание содержит оно вершину V или не содержит. ну вот это мы решили такую задачу в случае дерева. Сейчас мы перейдем опять к этой же задаче, но немного на других графах. давайте рассмотрим графы, которые являются подграфами в решетке. То есть что такое решетка? Ну это просто граф, который выглядит вот так вот, но возможно в нем какие-то я уж все рисовать не буду, но возможно в нем какие-то ребра и вершины удалены. То есть какие-то части отсутствуют. ну вот графы, которые являются подграфами в решетке. и мы тоже хотим решить задачу на таких подграфах и тоже у каждой вершины есть какой-то вес. ну и так далее. Ну давайте обратим внимание, что давайте рассмотрим какой-то ряд. если мы рассмотрим вершины находящиеся в этом столбце, то в принципе на самом-то деле если вот у нас есть решение для этой части и для этой части и мы знаем какие вершины мы должны то есть мы рассмотрим две задачи на этой части и на этой части если их можно склеить то нам просто достаточно рассмотреть всевозможные суммы то есть как бы вот выделив такую полоску давайте считать что как бы высота таблицы это небольшая какая-то k а длина таблицы может быть большой n вот если мы возьмем какую-то границу то в принципе можно решить на двух половинах то есть если мы вот на этой части зафиксируем что мы берем в решении вот эту вершину вот эту вершину и вот эту то после этого в принципе нам достаточно уже отдельно решить задачу на этой части и на этой части ну или даже просто вот как если мы начнем наше решение строить слева направо то когда мы построим построим какое-то решение то единственное что нам стоит помнить из этого решения это какое значение на нем и какие вершины он берет из последнего слоя это говорит о том что может нам попробовать снова построить динамическое программирование давайте по аналогии ну давайте его как раз построим то есть в этот раз мы будем давайте использовать следующее так так может быть с самого начало я не совсем правильно угадаю вспомним точное значение динамическое программе но это легко поправить давайте у нас таблица t будет в начале и записано и будет отвечать тому какой у нас столбец находится а дальше у нас будет множество s где давайте таким образом пускай у нас вот этот c1 то есть множество первая колонна вторая колонна c3 и так далее cn с это будет какое-то подмножество в c и там и это число будет равняться объединение давайте объединение первых и элементов это будет v и давайте вот это значение это будет вес максимальный вес независимого множества в v и давайте x это будет x у нас это множество называться такое что x пересечь с последний столбцом он равняется множеству s не сейчас давайте нет давайте максимальный вес независимого множества x что x не содержит s вершины заз вот давайте так определим то есть ну и ответ на нашу задачу будет получаться это t от n максимум по всем s лежащим в cn вот такого значения t с с это то множество вершин которое мы избегаем сейчас нам надо бы как-нибудь построить состояние динамического программирования у нас будет сколько это будет мощность множество s это два в степени мощности s и на количество столбцов n количество элементов в s у нас не больше чем k то есть получается это время 2 в степени количество состояний 2 в степени k умножить на n это будет такое количество состояния динамического программирования это понятно давайте сейчас будем смотреть как мы будем пересчитывать то есть мы как бы идем слева направо то есть мы должны вычислить t и s зная предыдущие желательно зная только значение в предыдущей колонии но давайте смотреть мы знаем что элементы s мы не берем а дальше какие-то элементы мы можем оставшиеся элементы из c без s какие-то мы из них можем взять какие-то можем не взять поэтому давайте мы будем брать максимум по s со звездой с крышечкой лежащие внутри c и t без s то есть что у нас происходит если на рисунке у нас есть множество s я его покажу красным это те элементы которые мы договорились не брать потом потом у нас есть элементы вот три черные вершины какие-то из них мы можем взять в наше независимое множество какие-то не взять поэтому мы рассматриваем всевозможные подмножества их вот давайте берем вот этих два элемента в наше независимое множество тогда что у нас происходит у нас получается что их не соседи в предыдущем случае запрещаются то есть в каком-то смысле у нас получается здесь стоит максимум от t и минус один почему по в каком-то смысле s с крышечкой только это не совсем с крышечкой это соседи s сейчас вот так будет правильно соседи от s с крышечкой пересечь с предыдущей колонны то есть ну сейчас мы что у нас происходит мы зафиксировали вот эти красные мы не берем дальше у нас есть какие варианты наше максимальное множество оно может содержать вот эти две вершины либо какое-то подножество этих вершин мы знаем если оно содержит вот эти две вершины то дальше это будет решение содержащие вот эти другое решение оно у нас как бы разные ветки решений закончили ну то есть вот если бы у нас в данном случае нам надо рассмотреть два в третий случаях мы берем из этого слоя мы уже однозначно знаем что можно брать дальше следующем слое мы получили красный да как бы вот эти то есть мы взяли черные да на предыдущем да понятно вот то есть у нас получается такая формула что у нас в этой формуле получается у нас мы должны запустить ее пересчитать для любого с и пересчитать с помощью такой формулы то есть получается у нас сумма по-любому с по-любому множеству с мы первое должны вначале выбрать это множество с их такое количество и дальше мы перебираем все подножества от множества размера к минус с так ну мы перебираем вот с с крышечкой подножество вот этого множества это два в степени к минус с вариантов csk ps это количество множеств мощности s ну получается мы считали такую сумму что это получается 3 в степени к то есть чтобы на каждом слое нам надо мы тратим 3 в степени к операции пересчета то есть получается время работы наше 3 в степени камыш понятно это решение нет мы решали с одной стороны то есть мы вот мы знаем мы знаем ответ вот то что лежит здесь слева тогда мы переходим на одну на следующую колонну и вычисляем значение уже вот начиная с этой колонны влево и так постепенно то есть мы вначале вычисляем значение т1 т1 какой-то элемент потом т2 всевозможные элементы и так далее двигаемся до тн и ответ у нас максимум по всевозможным тн что-то то есть можно думать если задачи можно было просто задачу развалить на две части но тогда не совсем понятно как все равно надо делать а можно вот так вот как бы растить постепенно то есть получается что если взять какой-то разделитель то есть в данном случае мы знаем что вот в случае деревьев у нас что происходило у нас получалось что вот каждая вершина она разделяет на две части наше дерево то что выше нее лежит и то что ниже и в данном случае тоже получается вот мы выделили какой-то разделитель который точнее не один, а целую последовательность разделителей. И последовательно, двигаясь по ним, мы можем наращивать размер нашего решения и под граф, в котором мы ищем это решение. И получается сравнение с тем решением, которым дает это? Ну, вычисляя новое по предыдущему. А в каком три вкаты расчета? Три вкаты, мы вычисляем значения t и s для любого s. Для s какого-то фиксированного размера у нас такое количество множеств. Для каждого множества такого размера мы прибираем все подмножества оставшегося. Это вот такое число. Получается, ну, это в максимум идет. Получается, для каждого s мы тратим вот столько времени. Значит, всего, получается, время, которое мы тратим, это вот столько. Почему вы делаете это? Ну, это бином Ньютона 1 плюс 2 в степени k. Вот мы сейчас, наша цель как бы объединить вот эти две структуры в какой-то степени. И поэтому мы сейчас будем вначале пытаться обобщить вот этот пример немного чуть дальше. Сделаем мы это следующим образом. То есть сейчас будет дано весьма абстрактное определение, но оно будет основано как бы на случае с решеткой, с таблицей такой. Давайте разложение, не знаю, как это называется по-английски, это past decomposition. Ну, по-русски это, наверное, разложение в путь или разложение путем. Оба названия как-то звучат не очень по-русски. Что у нас происходит? Вот у нас есть граф G. И давайте мы хотим проделать следующее. Мы хотим в соответствии поставить ему какой-то путь. Ну, вот у нас соответствует ему какой-то путь. То есть граф из вершин. И в каждую... Давайте в каждый узел мы запишем какие-то вершины. V1, V2, V3. Здесь V2, V5, V6. V6, V7, V8, V8, V9. Ну, вот просто написано... Давайте называть такие вершины узлами. Вот в каждом таком большом узле у нас написано какое-то множество вершин из этого графа G. Граф G состоит из вершин V1, V2 и так далее, V9. Вот это разложение называется Path Decomposition, если выполнены следующие три условия. Первое условие это... Это... Давайте... Такие множество... Ну, пускай это будет P1. Множество вершин, находящихся здесь, это будет пускай P1. Это P2. Ну, и так далее, Pm. Утверждается, что вот объединение P1 равняется множеству всех вершин. То есть, любая вершина из графа G живет в каком-то из узлов этого пути. Второе условие это если мы возьмем какую-то вершину и посмотрим, в каких узах она живет, то ее место жительства это будет какой-то интервал. То есть, грубо говоря, вот V2 живет, начиная с первой вершины, по вторую. Пятая, шестая вершина живет со вторую по третью. То есть, мы требуем, чтобы место жительства было непрерывное в каком-то смысле, неразрывное. Я не знаю, как это... Узлы, содержащие вершину VI образуют непрерывный связанный отрезок. Третье условие. Ну, пока мы никак не задействовали, по сути, ничего не сказали про ребра графа. Давайте говорить, что требовать следующее. Если U, V это ребро в нашем графе G, то тогда существует узел, содержащий и U, и V. Для любого ребра V у нас существует узел, содержащий U и V. Ну, вот так как дано нам определение, то получается, можно очень быстро построить path decomposition, разложение в путь. То есть, можно просто взять весь наш граф и положить все в один узел. Ну, вот такое разложение. Все условия будут выполнены. Вот здесь полностью живет граф VG. Ну, почему? Любая вершина где-нибудь доживет, живет в этом узле. Интервал, каждый из них образует интервал, состоящий из одной вершины. И для любых двух, поскольку все вершины находятся в одном и том же узле, то те, которые соединены, тоже находятся. Ну, наверное, зачем-то как-то слишком тривиально. Так вот, разложение имеет хорошее свойство. Тогда, ну, нас интересуют такие разложения, у которых как бы ширина меньше. Самая маленькая. Что такое ширина? Ширина – это... Так, где бы тут написать? Пасвиц ПВ от графа G это минимум размера... То есть, это минимум по всем возможным разложениям минимум по всем разложениям от максимального значения, от максимального количества вершин в сумке. То есть, максимум по всем итое, от размера по итое, минус один. То есть, мы берем разложение, смотрим, какая сумка самая толстая, и ее выбираем, минус один. И отнимаем минус один. Но почему минус один? Минус один в какой-то степени для следующего удобства, чтобы, если мы рассмотрим просто путь, граф, который является путем, было бы как-то странно, если бы его ширина пути была бы больше, чем единица. Ну, то есть, вот как построить разложение в путь для пути? Очень просто. У нас есть путь 1, 2, 3, 4. Разложение для него следующее. В первые сумки мы вложим вершины 1 и 2, в следующие сумки 2 и 3, в следующие 3 и 4. Ну, тогда, то есть, если путь был длины n, то у нас будет n минус одна, и каждая сумка имеет вид, это i и i плюс один. Тогда понятное дело, что каждая ребра, она у нас имеет такой вид, что она имеет вид, она имеет вид i, i плюс один, соединяет вершины. Тогда понятное дело, что для него сумка существует. Ну, и поскольку они последовательно идут, то каждая вершина, это две последовательные для нее вершины, тоже связанный отрезок. Ну, и каждая вершина в каком-нибудь дтрисе держится. Но если бы мы не вычисли единицу, то у нас получалось бы, что ширина пути это 2, а не 1. Ну, вот для удобства мы вычитаем единицу. То есть, получается, вот этот пример с разложением, когда мы все положим в одну сумку, ну, это, конечно, пример разложения, но у него ширина очень большая. А, как правило, нас интересует разложение с маленькой шириной. вот, да. Да. Ну, вот, давайте еще раз посмотрим на нашу картинку с решеткой. Как можно, какое разложение в путь можно для решетки придумать? Ну, давайте следующее. Давайте вот первый элемент, он соответствует просто мы полностью весь столбец возьмем. Это будет C1. А дальше следующая сумка, это будет C1. и объединим с вот, давайте, с вершинкой V1. Давайте так, вот эти вершины будет у нас U1, U2, U3, UK, а это будет V1, V2, и так далее, VK. Дальше следующая сумка, это будет у нас C1 объединить с V1, объединить с V2, но без U1. То есть в начале самое первое, это просто первый столбец сумка. Следующий столбец, это первый столбец плюс вот эта вершина. Следующее, мы берем вот эти две вершины, но вот это уже не берем. То есть мы постепенно как бы перемещаемся. То есть в начале у нас, давайте даже первую не брать, а с самого начала вот у нас вот такой элемент мы берем. Потом мы так переползаем, давайте другой маркер возьмем. Потом мы переползаем вот таким вот образом. Вы берем одну помещаем. Да. Дальше мы переползаем вот таким способом. И так постепенно переползаем полностью на весь этот столбец. Получится по всем есть мы добавили какое-то ребро, то от этого наша ширина нашего разложения может только увеличиться. То есть если мы здесь добавим все ребра, она может только стать хуже. разложения у нас только ребра почистили или некоторые вершины тоже могли убрать? Ну здесь мы могли какие-то вершины убрать, но как можно заметить, на разложение это не сильно влияет. Ну то есть мы просто пропустим эту вершину, если нет. Ну если где-то здесь вершины отсутствуют, то мы просто пропустим в нашем разложении. Ну то есть вот так вот дальше переползая мы можем построить наше разложение. И какая будет ширина у нашего разложения? Ну она будет k она будет ровно к высоте этого столбца k количество вершин здесь. Потому что самая большая сумка когда она содержит полностью весь столбец и еще одну вершину следующего столбца. Ну понятное дело что передвигаясь таким образом мы покроем мы используем каждую вершину для каждой вершины это будет непрерывный интервал и каждое ребро будет покрыто. Почему? Потому что все вертикальные ребра они присутствуют потому что у нас есть какой-то момент когда мы полностью берем весь столбец а все горизонтальные ребра они будут у нас потому что когда мы будет момент когда мы выполняем такое переползание и таким образом получается вот у нас для такой решетки мы можем построить вот такое разложение но хорошо что хорошего в таком вот разложении утверждается следующее что утверждается следующее что если мы возьмем сумку пи и пи плюс один и рассмотрим их пересечения то если мы вот эти вершины выкинем наш граф развалится на две части почему это у нас происходит ну давайте смотреть вот наша сумка пи и пи плюс один нам известно ну давайте вершина у нас будут трех типов вершины которые лежат одновременно в пересечении которые лежат и в этой сумке и в этой сумке давайте их нарисуем черным цветом вот они лежат здесь и они лежат здесь ну возможно они еще где-то лежат вот если есть какая-то вершина которая лежит здесь то если она лежит где-то вот в этих сумках то она также должна лежать в притом потому что интервал ее непрерывен поэтому она либо останавливается здесь и дальше не идет ну либо останавливается еще раньше аналогично с вершинами которые живут здесь они либо доходят здесь и дальше не пересекают либо они находятся и в при этом и в плюс первым но тогда что у нас получается у нас должно получаться следующее что ну вот давайте я как бы помечил такие вершины зеленым цветом с этой стороны и красным цветом тогда получается у нас не может быть ребра соединяющие зеленую вершину и красную почему потому что если бы такое ребро было то должна была быть сумка содержащая обе вершины такой сумки нету и таким образом получается что раскрас но если мы удалим как раз пересечение это черные ребра черные вершины то у нас как раз остается только зеленая и красная вершина таким образом получается действительно если мы из в выкинем пересечение двух соседних сумок наш кафр разобьется на две половины ну не на две половины а на две части нет вот любые две соседние сумки возьмем и выкинем вершины которые живут в пересечении то есть вот эти черные вершины они могут жить и в других сумках но мы выкинем и мы выглядываем как бы их не из сумок мы выкидываем из первоначального нашего графа ну как бы да то есть в разложении да но мы как бы разложение это нам как это вспомогательное прием думать о большом графе то есть ну чем мы выкидываем из первоначального графа ну соответственно понятное дело что тогда если мы просто выкинем всю сумку то она тоже разобьет граф на две части потому что пересечение их то есть мы выкинем куда больше чем просто разделить разделить то есть поскольку то есть на самом деле получается вот такие сумки каждая из этих сумок играет некоторую роль разделителя и это в действительности то что у нас происходило здесь то есть каждый столбец у нас был разделителем то есть получается если вот мы построили какое-то разложение то мы можем начать использовать динамическое программирование и искать независимое множество с помощью такого разложения что нам для этого надо знать но нам надо будет знать какие вершины мы здесь используем то есть нам абсолютно не важно что происходит до если мы знаем чтобы понять что взять отсюда в решении нам абсолютно не важно что происходит до этой сумки до вот этой сумки нам надо просто знать что происходит в этой сумке а дальше мы можем действовать то есть зафиксировать что происходит в этой сумке мы можем двигаться дальше то есть похоже что мы можем запустить опять что-то похожее как и здесь динамическое программе рассмотреть всевозможные варианты пересечения ну то есть мы будем брать ну да можно так то что выкидываем и потом максимум по с с крышечкой которая лежит в сумке по этой без с и смотреть как то что мы используем штрих как это влияет на предыдущую сумку это понятно вот то есть казалось бы такая вот несколько абстрактная весьма абстрактное сложение она помогает при построении динамического программирования ну то есть получается в этом случае время которое мы затратим если будем действовать аналогично это будет три в степени посвец то есть ширина разложения дня а если нам дали разложение если нам дали разложение то мы сможем если дали разложение с минимальный то есть если нам дали разложение шириной к то мы за 3 степень к сможем сделать то есть давайте в этом занятии мы будем думать что на разложение всегда кто-то подарил то есть мы в данном случае у нас параметр выступает ширина этого разложения и каждый раз когда мы считаем что у нас что-то чем-то при интервью зоно мы будем в этом случае думать что нам его дали то есть вот этот алгоритм он будет хорошо работать когда у нас ширина нашего разложения на небольшая то есть ровно когда мы примите за ней ну давайте значит у нас мы можем решать знаем как решать на деревьях независимо задачу независимо множество и на решетках сейчас понимаем что можем даже решать не только на решетках но и на тех графах у которых имеет вот такое разложение с небольшим значением но давайте вот это разложение вот здесь у нас в основе лежит путь а давайте путь заменим на дерево то есть у нас будет разложение уже не позже композиция 3d композиция есть мы будем рассматривать приветственное разложение и в этом случае у нас тогда мы будем строить какой-то граф по заданному графу мы будем строить новый новый граф и этот новый граф будет у нас являться дерево и опять же в узлы этого дерева мы будем записывать писать какие-то вершины то есть в действительности единственное что меняется относительно разложение в путь это то что вместо пути у нас дерево а больше ничего не поменялось только единственное что тут вот написано все узлы содержащие какую-то вершину вы образуют непрерывный отрезок в данном случае они будут образовывать тоже что-то непрерывное но будут они образовывать дерево связано под дерево будут нет не обязательно то есть может быть это может быть вот вот только вот эти может быть ну вот может быть вот так вот любое связано под дерево может быть ну вот тут они все заканчивают в листьях но это не обязательно может просто вот такое быть два непресекающих дерево не может быть просто вот так вот да может может быть даже одна сумка но и требования то есть еще раз повторю требований каждая вершина живет в какой-нибудь сумке каждая вершина в решении соответствует связанное дерево то есть просто дера и для любых двух вершин которые соединены в первоначальном графе существует сумка в которой они лежат аналогично как и в случае пути у нас получается если мы выберем какое-то ребра вот если мы выберем какое-то ребра ну и пускай это будет сумка в у это сумка в в то если мы рассмотрим их пересечения это пересечение как раз будет разделителем то есть если мы эту сумку выкинем если вот это множество мы выкинем то наш граф распадется на две части это можно доказать более-менее аналогичным способом то есть с одной стороны этой несколько интуитивно ну как мы берем из графа выкидываем узел и получается это но это не совсем так потому что мы как бы выкидываем что-то немножко по-другому но интуитивно можно додумать что мы вот вырываем из дерева вершину и значит да получается на две части разобьется граф но и это не совсем так смысле он разбивается нашим но это не по этой причине но давайте чтобы было более-менее как-то освоиться с таким определением докажем несколько свойств ну давайте самое простое что сделаем но опять же как можно построить слегка и разложение тревесное разложение это просто опять взять на вершину все туда засунуть но можно сделать и похитрее в большинстве случаев давайте сделаем следующее рассмотрим такой за такой случай давайте ну это в принципе это и для разложения в путь действует но все-таки вот у нас есть граф же и и возьмем в нем независимое какое-то множество вот утверждается это так задача на минуту построить надо разложение в дерево такое что его тревиц доказать что тревицит же не больше чем мощность количество вершин в графе же минус количество размер независимого множества вот такое значение понятно условия почему это выполняется но на самом деле что мы можем сделать давайте просто вот это и выделим в сторонку и у нас останется какой-то граф тогда мы просто сделаем наше разложение будет следующим это к плюс в один то есть сдавайте за номеру и спускай она состоит из вершин в один так далее в м то мы разложение у нас будет такое так а плюс и в один потом к и в два потом к и в три и так далее к и в в м то есть поскольку вершины в один в два и так далее в м они не соединены между собой то они не должны могут не не обязаны лежать в одной и той же сумке ну лих более-менее для вершины ска они образуют связанные этого это просто все целое и реберная связанность для них тоже верно реберной связанности но в том плане если не с кем-то соединены то лежат в одной сумке вместе для вершин из независим множество нам не надо такого чтобы они лежали вместе что но это получается мощность к мощность этого разложения это мощность к еще раз но мы по одной вершине прописан по одной вершине прописан да ну здесь мы прописали первую вершину потом мы прописали прописали только вторую первые удалили не этой сумок будет ой но нас интересует ширина это мощность это количество вершина в лежащих в узле минус 1 вот в таком случае давайте еще тоже для понимания докажем следующее то есть ну то есть мы знаем что если у нас маленькая древесная ширина то это хорошо для нас но хотелось бы понимать лучше какие графы могут иметь маленькую древесную ширину ну вот утверждается то есть понятное дело что если наш граф точнее скажем так наверное если наш граф содержит какую-то большую клику то наверное должна быть сумка полностью содержащую эту клику потому что ну если об этом так ну давайте просто возьмем клику полностью то для нее нельзя придумать разложение отличаюсь отличающуюся от того что просто вот взять все это наверное это не так очевидно на данный момент ну ладно тогда плохой пример ну хорошо давайте докажем следующее пускай у нас древесная ширина к тогда утверждается что количество ребер в нашем графе не больше чем к n где n это количество вершин почему так про происходит ну вот давайте вот рассмотрим наше разложение в дерево и давайте возьмем какой-то лист у него вот рассмотрим вот этот лист здесь живет какая-то вот такой вот лист 8 вот если вот это множество в 1 это пускай в 2 если вы один полностью лежит в 2 давайте рассмотрим такое древесное разложение в котором минимальное количество сумок использую то есть ширина такая же шина не больше чем к но сумок минимальное количество использую то тогда если вы один лежит в 2 то сумка в 1 на самом деле не нужно но она никакой функции не выполняет сумки у нас могут в основном они используются для того чтобы содержать две две какие-то вершины которые соединены ребром ну а они и так в 2 лежат зачем быть тогда получается что в 2 существует какая-то вершина в лежащие в 1 но не лежащие в 2 так но раз так происходит то есть вот есть в все сумки как в которых она лежит образует связное дерево но раз она не лежит здесь но лежит здесь то дерево которое она образует это только вот эта вершина есть до 1 лист но раз она в этом листе живет только в этом листе живет она может быть соединена только с теми вершинами которые лежат в этом узле но ширина его не больше чем к значит количество вершин здесь возле не больше чем к плюс 1 значит эта вершина соединение более чем с к вершинами то есть мы можем взять удалить эту вершину то есть если мы удалим эту вершину мы при этом удалим не более к рыбах то есть из нашего графа же мы перейдем в графу же без в и древесное разложение в нем будет этого графа вот так ну то есть все то же самое только без это вершин то есть древесное разложение для этого графа тоже быть размер не больше чем к но значит в нем обратно мы можем найти такой обратно либо можем как-то вот таки в как в таком случае перестроить наше немножко дерево либо опять найти вершину у которой степень в этом графе не больше чем к просто взяв опять угловую какую-то вершину и выполняя так последовательно у нас получается как раз не больше чем к н ребер понятно доказательства еще раз сейчас нет а да 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 я извиняюсь наврал мы просто в здесь удалим да лист может остаться все правильно лист может остаться мы просто выезд его выкинули ширина его ну дерево значительно не поменяется значит ширина его все равно к вот получается так хорошо то есть сразу получается если к нам кто-то дал граф и мы посчитали и в нем получилось что-то квадратичное число ребер м в квадрате то лучше не надеяться в том что существует древесное разложение константной ширины там ну я имею ввиду если в нем если н квадрат на восемь то тогда получается три витс в нем должен быть такой что к н больше н квадрат на восемь то есть к должно быть больше любра но чем и на 8 ну да ну как бы когда мы имеем ввиду поставим конкретное число я имею ввиду если вы поставите н равную тысячу безусловное дело дело у такого и это полный граф то у конкретного графа у него как бы константная ширина я имею ввиду в этом плане ну ладно неважно хорошо давайте тогда посмотрим сколько у нас остается давайте тогда за оставшееся время попытаемся построить крафт алгоритм для независимого множества уже на графах имеющую параметризованную размером древесного разложения древесной ширины есть будем считать что нам кто-то дал древесное разложение ну существуют какие-то приближенные алгоритмы находящие древесное разложение поэтому на данный момент мы будем просто предполагать что кто-то нам дал древесное разложение и относительно его ширины мы будем строить алгоритмы то есть вот у нас есть какое-то древесное разложение пускай его размер к пускай она точно то есть его ширина в каждой сумке содержится не больше три вида плюс один вершин три вида обычно обозначает буквами тв это три вида графа же то есть по аналогии с тем как мы делали для дерева мы хотим давайте у нас если вот этот узел в то давайте граф состоящий из вершин из всех вершин которые живут в сумках в сумке вот в этой сумке ниже обозначать через т от в а саму сумку давайте в в обозначим само множество вершин сумки вот то есть вот это вот это у нас т от в а вот это в но идея опять заключается в том чтобы начать с листов и подниматься вверх динамическое программирование нас тогда будет следующее давайте состояние у нас будет это т от в это узел в нашем древесном разложении дальше какое-то множество с и вот эта задача она будет хранить следующее это максимальная максимальная по весу независимое множество в т от в давайте его обозначим через с давайте это с крышечка это просто с такое что наша с живет в т от в и с пересечь с нашей сумкой это в точности с крышкой так я понял что я забыл кое что сказать давайте ну вот у нас есть разложение давайте называть разложение хорошим там древесное разложение хорошее если у нас происходит следующее если две сумки две сумки соседствуют то они мы имеем они различаются не более чем на одну вершину то есть если здесь множество лежит x то здесь лежит либо x объединится какое-то либо x без в также у нас есть другие вершины которые называют вот такое давайте вершины такого типа называть вершины знакомства такие вершины не знаю удаление или прощать удаление а такие вершины объединения то есть когда здесь множество x написано и здесь множество x мы объединили в один узел x то есть всего сумок у нас бывает три вида знакомства удаление и объединение ну нам так будет удобнее не в любом предложении так это только хорошее разложение будет называть хорошим если у нее выполняются такие свойства в качестве домашнее упражнение и мы об этом поговорим еще в следующий раз понять что по заданному разложению заданные фиксированной ширины можно построить хорошее разложение такой же ширины да незначительно увеличив количество узлов ну да ну нам удобнее будет работать с ними то есть но на самом деле тут как бы большой магии нету если у нас вот эти два узла различаются на на большее множество то есть мы просто постепенно будем какие-то вершины добавим несколько промежуточных узлов и будем вершины постепенно добавлять или постепенно удалять ну то есть детали вам в качестве домашнее упражнение и пока мы не очень сильно думаем про количество узлов во всем разложение хорошо в общем значит у нас есть разложение по на по по разложению мы всегда можем построить хорошее разложение давайте считать что в нашей задаче мы как раз хорошее разложение построили и мы запускаем динамическое программирование вот относительно такой вот таблицы тогда что у нас получается нам получается надо вычислить наше динамическое программирование рассмотреть его для узлов знакомства что в них происходит в узлах удаления и в узлах объединения какие вещи происходят ну давайте вот смотреть что происходит в случае узла знакомства то есть у нас получается здесь множество вот здесь вот живет множество x в от в а здесь какой-то в от в объединить с каким-то новым w если мы хотим посчитать для этого динамическое программирование и что получается в таблице значение т от давайте этот узел ты от у какое-то множество с если с крышкой если с крышкой является не является независимым множеством то понятное дело что ответа тут никакого ждать нету можно просто присвоить значение минус бесконечности это случае если штрих это не независимое множество это понятно да ну если штрих независимое множество то не существует множество содержащая с независимым множество содержащие штрих если же с штрих если же штрих независимое множество все же все-таки это независимое множество но с штрих не содержит не содержит вершину новую вершину дублей то есть ту которую мы познакомили будем так ведь тогда просто ответ для этого тогда можно просто посмотреть для этой вершины просто ты от у множество и штрих но почему так происходит ну давайте я быстро скажу в это более менее интуитивно понятно ведь что такое это вот это это независимое множество ой я извиняюсь здесь неправильная картинка вот этого ребра не должно быть если у нас узел знакомства то в нем только один сын а одна вершина то есть то получается нам в данном в данном под графе вот который здесь находится надо найти независимое множество содержащие с с крышкой но не содержащие дублью но это в точности то же самое что независимое множество вот в этом под графе это понятно то есть остается у нас случай когда все-таки мы ищем независимое множество которое содержит дублью то есть мы вычисляем ты от у с крышкой и с крышкой содержит наша дубль его но тогда что у нас получается у нас получается мы должны рассмотреть просто т от в давайте смотреть и мы должны выкинуть всех всех соседей вершиной дублью но мы их не можем брать но если такие соседей у дублью есть то то они должны где жить они либо живут вот уже живут вот в этой в этом узле либо где-то выше те которые живут где-то выше нас не интересует на данный момент и мы их не рассматриваем потому что ну да получается те вершины которые живут здесь они могут жить и здесь но действительности что происходит мы из этого множество берем только вот эта сумка она в точности совпадает с этой кроме вершины дублью то есть мы отсюда не будем никого брать кроме не можем никого взять кроме в наше решение кроме вершины за с крышкой мы уже согласились что то независимое множество которое мы ищем то с которой мы ищем она пересекается с вот в этом множество с этим вот множеством она пересекается ровно в с крышкой но значит с пересечь с в от в тоже будет с крышкой без w то есть множество ячейку которые нам надо посмотреть для этой вершины это будет в точности с с крышкой да 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 я извини pushing понятное дело что множество ответов вот вот множество как подходящие сюда она будет удовлетворять она будет нам подходить и здесь потому что никаких это вершина в она ни с кем не будет пересекаться не будет иметь общих ребрах потому что единственные ребра с которыми она может иметь какие-то ребра вершин с которым она может иметь ребра это вершины лежащие вот в этой сумке но мы знаем что с вершинами из-за штрих она не соединяя остальные мы не взяли в нашем независимое множество извиняюсь здесь еще безусловно прибавить вес дубль в да мы могли взять что-то из теста этого но известно мы обязаны были брать только с крышкой потому что мы мы здесь вот сказали мы ищем такие с которые свет в объединить с дублю пересекается по с крышкой то есть с пересечь с вес с от вам может может быть равняться только с крышкой без обязана равняться с крышкой без дублю то есть тем самым мы можем сделать шаг вот такой вот когда у нас узел знакомства что у нас происходит с узлом удаление у нас здесь лежит какое-то множество с здесь какое-то вы от у равное вы от в без дублю и нас интересует как вычислить такое значение ты от у и с крышкой ну что у нас получается у нас получается давайте я просто не буду формально доказывать чему это равно ну форму только напишу но не буду доказывать формально почему это не это более-менее очевидно но смотрите мы берем вот то что пересек мы ищем такое решение которое здесь вот пересекается с этой сумкой ровно по с крышкой но тогда с этой сумкой как она может пересекаться она может пересечь она безусловно обязана содержать с крышкой но также здесь есть элемент w и наше независимое множество максимальное которое мы должны размер который мы должны записать в эту ячейку она есть два варианта на либо содержит w либо не содержит поэтому это значение он равняется максимуму из в от с крышкой поясняюсь вот такого или второе значение это t от в на с с крышкой объединить с w более-менее проверить что это подходит ну это интуитивно понятно почему это так ну и строго проверить это тоже не очень сложно и и последний узел тип узлов который нам остался это узлы объединения то есть что у нас происходит у нас здесь какое-то множество это мы знаем что если здесь множество x то есть здесь множество x и здесь множество x но пускай это вершина в этот дубль один дубль в один дубль в два и мы хотим вычислить т от в с с крышкой то есть мы уже заранее знаем что мы берем отсюда только с крышкой вершины но значит наше независимое множество которое как какая-то часть лежит вот в этом падере здесь она содержит с этой с этой сумкой она пересекается только с с с крышкой и с этой сумкой тоже она пересекается с какой-то с крышкой то есть в принципе формула будет 5 в один с крышкой плюс от в два с крышкой но вершиной которая находится в с крышкой их вес мы посчитали два раза вот в этой форме вот в этой формуле мы берем вот вот это это вот что такое вот это слагаемое это слагаемое это вес независимое множество живущие вот в этом дереве ну точнее в живущие вот в этом под графе tv1 второе это вес независимое множество живущие в ты от в 2 мы знаем что вот это множество и вот это множество она пересекается ровно по элементам множества x она не может пересекаться по другим множеством потому что мы договорили мы до этого мы формально это не проверяли но мы утверждали то что если мы выкидываем сумку то граф у нас разделяется на несколько частей вот ровно если мы эту сумку выкинем у нас получается должно быть несколько частей не связано вот но из x мы берем только в решении множество с с крышкой но мы его считаем значит вот здесь вот в этом дереве мы считаем его и вот в этом деле я считаю и только его считаем два раза значит мы должны вычистить сюда вот вес с крышкой получается у нас вот такая формула давайте может я да ты одинаковых абсолютно сумки ну сейчас понятное дело что давайте я попытаюсь вот именно эту формула формально доказать почему значение вес вес в таком вот дереве вес в таком вот графе т от в который пересекается с этой сумкой ровно по из штрих он не меньше чем вот это значение но это понятно потому что мы можем просто для любого независимого множества которое соответствует вот этому слагаем и вот этому слагаем мы можем просто взять их объединение и полученное множество как раз будет удовлетворять тому условие что с этой сумкой она пересекается ровно по с крышкой и она будет независимым множеством но единственная проблема надо еще вычесть вот это потому что мы с крышкой посчитали два раза с другой стороны почему верно неравенство в эту сторону это но давайте рассмотрим какое-то независимое независимое множество с но тогда с без x пересечь ств1 вот как такой как такое вот множество она будет жить вот здесь вот если мы возьмем давайте если мы возьмем независимое если мы возьмем вот такое вот множество с без x пересечь ств1 и к нему добавим с крышкой то это будет независимое множество внутри тв1 то есть первоначально мы взяли с с независимое максимальное независимое множество в тв то тогда получается вот такое вот множество с крышкой и так далее она будет жить в тв1 ну потому что вот эта часть живет так ну вот так вот вот эта часть живет в тв1 и с крышкой живет в тв1 и получается вот это вот это слагаемое она будет не меньше не больше чем вот это значение аналогично для второй части когда мы здесь пресечем стела 2 то мы получим вот это слагаемое но единственное что мы посчитали два раза это вот как раз у нас вес вот этого множества мы посчитаем два раза то есть мы получаем неравенство также в эту сторону то есть получается если нам дали разложение так если у нас есть древесное разложение мы делаем следующее мы строим хорошее древесное разложение при этом не увеличивая ширину нашего разложения а потом за ним запускаем динамическое программирование как и из привет мы не обсуждали как получить древесное разложение мы считали что нам задано как из древесного разложения построить хорошее разложение только мы тоже не обсуждали мы обсудили только как с построить динамическое программирование используя хорошее древесное разложение более того если мы вот мы посмотрим формула что у нас происходит здесь мы берем сумму каких-то 2 значений вычитаем 3 конкретное значение здесь просто максимум из двух значений и вот в этой сумме тоже сумма 2 значений то получается наша наша алгоритм будет работать просто по количеству состояний динамического программирования. Но количество состояния динамического программирования – это количество сумок умножить на количество всех возможных подмножеств у каждой сумки. Но это не больше, чем 2 в степени ширины разложения. То есть мы получили 2 в степени 3 витс алгоритм. Ну, умножить там на поленом. То есть, если вы посмотрите, до этого у нас алгоритм на решетке для пасвиц работал за 3 в степени пасвиц. Вот это происходило ровно потому, что у нас мы взяли здесь вот такое разложение, хорошее разложение. И изменения от одной сумки к другой у нас были незначительные. То есть древесное разложение, хорошее разложение, оно, естественно, помогает. И всегда можно считать, что мы с ним и работаем. Вот, кажется, на этом все. Есть ли какие-то вопросы? Получается, мы две решетки тоже могли бы построить хорошее и решить за 2 степени пасвицка. Да. Ну, грубо говоря, просто даже вот этот алгоритм применяем, мы и получим. В следующий раз мы продолжим обсуждать подобные алгоритмы. Наверное, мы будем работать, начнем с того, что обсудим, как решить для доминирующего множества. Для... Найти доминирующего множества максимального риса. А сами вот как строите, вы говорите, у себя целый алгоритм? Ну, я вот подумаю, там есть приближенный алгоритм, но я не знаю, насколько он... Он, в принципе, вроде для первого раза прослушивания достаточно сложен. Поэтому я не знаю, буду ли я его пытаться рассказывать или нет. Просто обычно даже сама вот это определение древесной ширины вначале она воспринимается относительно плохо. То есть непонятно, что это такое, зачем вообще. То есть формат желательно, ну, как бы совет такой, все-таки постараться повторить вот это все и формально доказать все эти переходы. Потому что я в основном так. Более-менее рукомаханиями и словами интуитивно понятно, что формула вот такая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...